Кельниршем. Примечание. Рассказ написан в 1895 году. Входил в сборник «Фантастические правды». Печатается по изданию «Амфитеатров. Бабы и дамы. Между сословной парой. Санкт-Петербург. 1911 год». Вы как-то раз напечатали рассказ. Речь идет о рассказе «Амфитеатрова. Домашние новости», помещенном в настоящем издании. «Горелого, не елого, не урожайки, то ж». Цитата из поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» 1863-1877 годы. «Птичка божия не знала ни заботы, ни труда». Неточная цитата из поэмы Пушкина «Цыганы» 1824-й. Тартьюфы. Тартьюф – герой одноименной комедии Мольера. 1669 год. Ханжа и лицемер, имя которого стало нарицательным. Мария Башкирцева. 1860-1884 годы. Художница. Автор дневника «Близкого по духу и умонастроению эпохи конца века». Вышел отдельным изданием на русском языке в 1893 году. Глеб Успенский. 1843-1902 годы. Русский писатель, близкий к народническим кругам. «Красой ногтей». Искаженная цитата из романа «В стихах Пушкина» Евгения Онегин. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Микула Селенинович. Герой русских былин. Олицетворение силы и прочности связи с землей. Глава первая. Сидим мы с знакомым немцем, профессором русского университета, в ученой командировке, в некотором константинопольском кофешантане. Скука страшная. Безголосые певицы, сиплые дизезки, дамский оркестр, аус-вин. Кто в лес, кто по дровам. Аус-вин немецкий из Вены. В Константинополе по вечерам туристу некуда деваться. День очень интересен, по крайней мере, для охотника до старины. Византийщины и азиатчины. А ночью, если вы избалованы удовольствиями, лучше спите. Все равно ничего не найдете путного. Молодая рослая кельнерша поставила перед нами по рюмке коньяку, повернулась и ушла. — Посмотрите, какая прелестная фигура! — указал я компаньону вдогонку ей. Кельнерша остановилась и обратила к нам улыбающееся лицо. — Благодарю вас за комплимент, — услыхал я на смешливый ответ на чистейшем русском языке. — Вот те раз соотечественница, как видите. — Так присаживайтесь к нам, пожалуйста, разделить компанию. Кельнерша согласилась. Это была очень красивая женщина, лет двадцати пяти-шести, не старше, с настоящим великорусским лицом, круглым и розовым. Карие глаза смотрят бойко и весело, а главное — умно. Сочный рот улыбается, русых волос хватит на три хороших косы. — Прелесть, что за создание! — Ну-с, господам! — начала она, укладывая на стол холеные белые руки. — Во-первых, требуйте чего-нибудь порядочного подороже, чтобы я имела право как можно дольше просидеть с вами. Я давно не встречала русских и рада поболтать. — Спросили шампанского. — Во-вторых, — продолжала молодая женщина, разливая вино по стаканам, — говорите, кто вы такие. Я терпеть не могу сидеть с незнакомыми людьми и только для вас, как соотечественников, делаю исключение. Мы назвали свои имена. — Вам не сродни писатель амфитеатров? — спросила она меня. — Это я сам, но откуда вы знаете мое имя? — Оказалось, что кельнерша выписывает большую петербургскую газету, где я в то время преимущественно работал. — Вы не удивляйте, что я трачу свой заработок на журналы, — улыбалась она. — Хоть я и оторвалась от России, а скучно без родного слова. Я ведь истая русачка, очень русская, как говорит тут у нас в оркестре одна еврейка. А можно узнать ваше имя? Наталья Николаевна Голицына. — Ой, какое громкое! — пошутил я. — Да, это мое несчастье. Помните, как в подростке Достоевского ваше имя? — Долгорукий. — Князь Долгорукий? — Нет, просто Долгорукий. Вот и я, просто Голицына. Час от часу не легче. Выписывает русские газеты, толкует о Достоевском. Что за феникс такой? — Вашу фамилию, господин Амфитеатров, я запомнила главным образом вот почему. Вы как-то раз напечатали рассказ на такой сюжет. Молодая девушка-дворянка, которой опостылили домашние притеснения от любовницы ее отца, бесхарактерного и дрянного человеческие, убежала из дому и поселилась в деревне у своей кормилицы. Вернувшийся из Америки брат, застает сестру совсем опростелой. Она даже собирается замуж за крестьянина. Так я передаю. — Да. — Была у меня такая повестушка, и остается лишь удивляться, как вы ее запомнили. Скажите, это вымышленная история или из действительной жизни? — Развитие сюжета, конечно, вымысел, но основа — действительное происшествие. — Так. Она тяжело вздохнула. — Вы хорошо сделали, что оставили свою героиню в тот момент, когда она только собирается выйти замуж за крестьянина, потому что если бы вы продолжили свою повесть, вам вряд ли бы удалось выдержать тот сочувственный тон, каким вы все это рассказали. — Вы полагаете? — Да, потому что я знаю это по опыту. И если вы спросите меня, как дошла ты до жизни такой, как угораздила меня, женщина из порядочного общества, ни без образования, ни дурную с собой попасть кельнершей в константинопольский кафешантан, я вам отвечу, всему виною мое наизаконнейшее супружество с Василием Павловичем Голицыным, крестьянином. Вам все равно, какой губернии уезда, волости и села. Положим, что горелого, не елого, ни урожайки тоже. В супружество это меня толкнули. Черт и идея. А из супружества после двухлетней каторги, слышите ли, каторги, вырвали необходимости добрые люди. Моя девичья фамилия — Сарай Бермятова. Как видите, во мне кипела кровь татар. Однако, должно быть, кипела очень давно. Я помню родословное дерево в кабинете моего отца. Оно было приогромное. Корни крылись где-то за Дмитрием Донским или Иваном Калитою. Мой отец-покойник, не тем будь помянут, проел на своем веку несколько состояний. Чтобы поправить дела, женился на купеческой вдове. Очень красивый, нельзя сказать, чтобы умный, но довольно богатый. Тысяч на двести-триста капитала. Единственный плод этого брака, ваш покорнейшая. Матери я не помню. Мне было три или четыре года, когда она умерла. Отца, помню, отлично, изящный такой седоватый джентльмен с постоянно французскую речью и манерами маркиза. Говорят, Смолду был красавец и великий победитель сердец. Сорок лет он прожил на свете баловнем судьбы и превосходнейших наследств. Все прямо в рот летели жареные голуби. Птичка, боже, я не знала ни заботы, ни труда. Под старость он вдруг вообразил себя дельцом. Выбрали его директором банка. Как шли в банке дела, не знаю, но в один прекрасный день была назначена экстренная ревизия. Папаша в это утро встал очень веселый. За кофе он, как ни в чем не бывало, шутил со мной и моей гувернанткою, весьма хорошенькую, а францужиной полькой. Как я потом узнала, этой барыньке не хватало только развода с первым мужем, чтобы сделаться моею мачехой. Пришел из банка рассыльный сказать папаше, что его ждут. Сейчас, сейчас, сейчас. Пропел папаша, намотив шансуньетки. Я готова, 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 но тссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Вот, мол, как умирают сарай Бермятовы, порядочные люди, без страха и упрека, римляне девятнадцатого века. Не знаю, может быть, это и впрямь очень красиво быть самоубийцей и а-ля ром римлянином, только римляне, кажется, не растрачивали предварительно чужих денег и не делали нищими своих дочерей. Осталась я одна одинешенька. Мне шел уже восемнадцатый год. Моя гувернантка, оплакав своего покойного благодетеля, осушила глазки и поступила экономкою на все, к одному местному тузу. На прощание она дала мне дружеский совет последовать ее примеру, если к тому представится выгодный случай. У вас ничего нет, вы ничего не знаете, избалованы, не готовы к жизни. Вы погубите свою молодость в бесполезной борьбе с нуждою, а между тем молодость и красота капитал. Моя милочка, помните, что люди бывают молодые только раз в жизни. Хватайте счастья таким, каким оно вас найдет. Порядочная таки дринцо была эта госпожа. Я ее не послушала, а вместо того собрала свои пожитки, сколотила кое-какие деньжонки и махнула в Питер учиться. Чему? Я, когда ехала, еще сама не знала. Призвания у меня не было. Все равно чему. Лишь бы потом самой зарабатывать хлеб. Приехала. Без диплома никуда не пускают. Сунулась я экзаменоваться на домашнюю учительницу. Провалилась. Хорошо, значит, учили дома. Пришлось готовиться сызного. Жилось ужасно бедно и чрезвычайно весело. Номерная жизнь и кухмистерская свели меня с множеством таких же, как и я, чающих движения научных источников. Сложился живой кружок, подвижной и разнообразный. Люди менялись в нем, как стеклышки в калейдоскопе. Перевидала я молодежь всяких окрасок. И нигилистов, и чистокровных, и социалистов по Марксу, и неосоциалистов, и народников, и почвенников, и толстовцев. И во все эти окраски, разумеется, и сама понемножку отливала цветом в каждую своевременно. Я настоящая русская по натуре. В какую среду не попаду, сейчас же попаду в тон, заражусь ее взглядами, вкусами, манерами. Один ученый человек доказывал мне, будто это великое качество русских, будто благодаря ему они стали лучшими из колонизаторов. Лермонтов похвалил за него Максима Максимовича, а Гончаров — русских матросов в Японии. Может быть, они и правы. Судить не смею. Только это качество, как мне кажется, носит в себе задатки большой бесхарактерности, отсутствие самостоятельной мысли и самостоятельных убеждений. Я ни на одном языке не встречала пословицы, равносильной «с волками жить, поволчьи выть». Это принцип русской податливости и уступчивости. Совсем было приготовилось я к экзамену вдруг в одном кружке, наткнулась на проповедь о прощении. Проповедовал человек весьма интересный. Я вам его не назову, но вы, вероятно, о нем слышали. В одном из его имений в глубокой провинциальной глуши уже образовалась маленькая колония о простелах. Он предложил и мне поехать туда и там отведать с трудовой жизни, покупая самоудовлетворение потом, болью в пояснице и мозолями на руках. Я согласилась. Экзамены к черту и помчалась. Жизни моей в колонии рассказывать не стану. Скажу только, что и здесь я, как кошка, упавшая из окна, сразу встала на четыре лапы, освоилась, вошла в колею. Всего нас было человек десять, из них три женщины. О простелах колонистов противники ругают. Кто лицемерами, кто бездельниками, кто шутами гороховыми. Я этого не скажу. Были в нашей колонии люди неискренние, дурные, актеры, тортюфы, но были и славные ребята, честные, убежденные, с глубокую верою в правду своего учения и целесообразность своих действий. И этих было большинство. Крестьяне немножко трунили над ними, считали нас как бы юродивыми, а как рабочую силу презирали, но, в общем, относились скорее дружелюбно, чем враждебно. С гордостью могу сказать, что я много способствовала этому дружелюбию. Мужики презирали колонистов и колонисток, главным образом, за слабосилие. Намерения-то у всех были самые усердные, да не хватало мускульной силы и выносливости, чтобы их оправдать. Худенькая, истощенная, голодная, беременная крестьянская баба легко окончала в полчаса работы, над которыми бились по два. Измаивались до полного изнеможения наши, здоровые на взгляд мужчины. Между ними были настоящие силачи, а не выдерживали, надрывались. «Господи!» — сокрушался наш общий любимец Сереженька Зетт. «Я вытягиваю на силомере двенадцать пудов, поднимаю карету за заднее колесо, а пройду полосу с сахою и никуда не годен. А эти тщедушные мужичонки как ни в чем не бывали». Мое волновье, здоровье и выносливость пришлись в этом случае очень кстати. По деревне так и говорили. «Все, господа с усадьбы, не стоят на работе медного гроша, а из Натальи Николаевны будет прок». Действительно, работа у меня спорилась легко и весело. В поле я не только не отставала от деревенских девок, а еще и обгоняла их. Ничто так не сближает, как общность работы. Впоследствии я убедилась, что опроститься, то есть стать крестьянкою вполне, переработать свою натуру на мужицкий лад, применить себя целиком к мужицкой среде – дело вряд ли возможное. Но омужичиться, схватить внешность, ухватки, речь, даже на время пошиб мысли – очень легко. Это совершается совсем незаметно, особенно если Бог наделил вас хамелеоновскую подражательностью, про которую я вам говорила. Глава вторая. Месяца не прошло, а я омужичилась во всем, начиная с наружности. Коричневый загар, румянец, сизый на щеках – все эти прелести простонародной красоты получались на лицо. У меня набралось полное село подруг и приятельниц. Я обучилась так же, как они, орать пронзительнейшим голосом песни, истинно волчьи песни, и отпускать шуточки, от которых прежде у меня завяли бы уши. Никого из нашей колонии крестьяне не приглашали на помощь. Как этого нам страстно не хотелось, ведь это было бы с их стороны признанием нашей рабочей равноправности, равносильно блистательно выдержанному экзамену трудовой зрелости. Не тут-то было. Ну, их господ, одно бловство, только портят либо других, задерживают, говорили несокрушимые пейзаны, и управлялись в поле одни. Для меня делали исключение, и даже в своем роде почетное. Как началась страда, меня не только звали на расхват, но и ставили в первые серпы. Первое время было страшно трудно, но и спинушка, руки болят, едва разогнешься потом. Так тело изболит, хоть плачь. Но самолюбие заставляло меня владеть собой. Помилуйте, как же такой почет. Мы гонимся за мужиками, а они нас знать не хотят, и только одну меня считают своею. И вдруг я покажу им, что я этого не стою, что я такая же слабосильная, слабовольная и неумелая дрянь, как все. Да еще оглядишься, больные, беременные, все в поле, все гнут спину и не жалуются. Так мне-то как же уставать и жаловаться? Даже бывало, станет совестно за свою силу и здоровье, когда сравнишь себя с другими. Перетерпела я несколько дней усталости непомерной, до слез доходящей, а потом и обошлась. Стало все легче, легче. Вообще, мое мнение таково. Нет физической работы, с которую нельзя свыкнуться. Нужно только упорство и постепенность упражнения. Не надорвешься сгоряча по первому началу, тогда одолеешь труд, втянешься в него и даже его полюбишь. Наталья уважит, не выдаст, хвалили меня в деревне. Да-с. Из Натальи Николаевны я была пожалована в Натальи, Наташи и даже Наташки. Какое упоение! Я уверена, что за такую честь три наших колонистки отдали бы по году жизни, но, увы, одна из них была чахоточная, другая истеричка, третья хоть и здоровая, но говорила иной раз удивительные для простелой фразы. Ах, дорогая Наталья Николаевна, я так боюсь, что когда приедет НН, наш хозяин-покровитель, он останется мною недоволен. Я далека от народа, ужасно далека. Ну что же мне делать? Намерения у меня самые добрые, но от них так пахнет. От намерений? Ах, вы привязываетесь к словам от мужиков. Или Вот вы не побоялись загореть, и это вам даже идет, а я... Ведь это ужас подумать, на что я буду похожа при загаре с моими белыми волосами. Однажды же она разрешилась искреннейшим и поистине великолепным афоризмом. Если бы НН разрешил мне пудру и хоть цветочный одеколон, я думаю, что мое опрощение пошло бы гораздо лучше. Вы, Лида, напишите об этом Толстому. Спросите, может быть, и позволяется, — посоветовала я на смех. Она подняла на меня свои наивные круглые глаза. А что? Ведь это идея. Писала она Толстому о пудре и одеколоне или не писала, не знаю. В колонии она пробыла недолго. Очаровала местного земского врача и вышла замуж, утратив вместе с тем и всякое тяготение к опрощению. Впоследствии она откровенно говорила, — «Если бы я не была влюблена в НН, как кошка, разумеется, не пошла бы в эту несносную мужицкую кабалу. Я думала, что мое геройство ему понравится, а он и внимания не обратил». В самом деле НН, как истый фанатик, был совершенно равнодушен к женщинам. Это доходило в нем до наивности. Сам, весь отдавшись одной идее, он не понимал и в других, иных стремлений, желаний и слабостей. Опишу вам и других моих товарок. Одна чахоточная девушка из купеческого звания пришла в колонию потому, что все равно, где не ждать смерти. Ей было лет под тридцать. Это было существо молчаливое, кроткое, спокойное и с огромной силой воли. Она имела решимость отказать любимому жениху по тому соображению, что, веря в наследственность своей болезни, не считала себя вправе иметь потомство. В колонию она поступила, как другие поступают в монастырь. Она приехала к нам, глядя на осень, и, протянув кое-как зиму, умерла с первыми вешними водами. Другая, совсем молоденькая, была из типа «талантливых неудачниц». Плохая копия с Марией Башкирцевой. Очень хорошенький, черноглазый, вертлявый чертенок с оливковым лицом, лихорадочными глазами в столовую ложку величиной, беспорядочной, насмешливой и капризной речью, смешными ужимками и двумя непременными истериками в день. Готовилась в актрисы, дебютировала, провалилась. Сперва хватила на штырю на огривенник, а потом, когда ее выходили, сама не зная зачем, попала к нам. — Были у нас гости временные и приходящие, помню, одну вдову-купчиху из Москвы, красивую, могучую женщину с спокойной речью и степенными манерами. Ей у нас не понравилось. Она ушла на волю после недели житья в колонии и очень звала с собою и меня, и оливковую Катю. — Вам замуж надо, — говорила она. — Эй, смотрите, плохо будет. — Раскаетесь, да поздно. Вам головы не сносить. Скверно кончите. Помню одну польку из Киева. Что эту к нам занесло, решительно не понимаю. Она повертелась у нас дня два в полном недоумении. Что мы за люди? Куда это она попала? Наконец, надо полагать, решила, что мы дураки, и не только жить с нами, но и думать-то о нас не стоит. — Ох, душко, як же у вас тэнксно, — сказала она мне вечером во вторник, а утром в среду я узнала, что нашей гостье уже и след простыл. Колония очень гордилась моею приспособленностью к крестьянскому быту. Н.Н. писал мне восторжные письма. Он видел во мне как бы воплощение своей идеи, доказательства, что она ни миф, ни бред, что привить культурную натуру к почве и ручному труду вовсе не такая тяжелая задача, как думают. До какой степени все это меня разжигало и пришпоривало, вы и вообразить не можете. Я не шутя возомнила себя в некотором роде звеном, должным связать в одно целое великую цепь между барином и мужиком. В эту-то пору и выплыл на свет вопрос о Василии Павловиче Голицыне и моем с ним законном браке. Васька Голицын был круглый бобыль, двор у него кое-какой был, но во дворе ни кошки, ни плошки, а только мальчонка лет семи от первой жены, которую Василий похоронил года три назад. От земли он отбился, а жил, чем бог пошлет. Мастачил на все руки и кузнец, и столяр, и слесарь, и медник, и лудильщик способностями природа не обидела, но в отместку наградила необузданную ленью, страстью к выпивке и стремлением к трактирной культуре, к спинжаку, как окрестил это Глеб Успенский. Он презирал серое мужичье, водился с волосным писарем и сельским учителем, весьма фронтоватым и недалеким по уму юношей и скупчиков, бегающих от воинской повинности, тогда это еще практиковалось. К нам он заходил для образованного общества. Мужчины Ваську недолюбливали. — Это культурвегер кабацкого пошиба, — горячился Сереженька, жилетка, гармоника, дутые сапоги, сладкая водка. Барш, не дозвольте разделить компанию. Вот это что! Дайте ему деньги, он сейчас либо кабак откроет, либо станет торговать землей. В нем кулак сидит, зерно кулаческое. Мы, женщины, отнеслись к Василию с большей терпимостью. Во-первых, с ним было нескучно, а когда он старался быть любезным, то оказывался совсем комиком. Точно медведь пытается протанцевать качучу. Во-вторых, он выглядел все же почище и более отесанным, чем серая масса, окружавшая нас. Да что греха таить! И некоторые из наших колонистов в своем благом усердии уподобиться мужику пересаливали в неряжестве и доходили до немалого свинства. Иногда это сильно надоедало, утомляло, раздражало, казалось актерством, рисовкою. Люди кокетничали нечистоплотностью, как другие кокетничают красой ногтей. Из себя Василий был молодец, большой, широкоплечий парень, зубы как сахар, всегда оскаленные улыбкою. Наши мужчины находили эту улыбку фальшивую и неприятную. «Он каналья, ваш Васька Голицын», — уверяли они. Мы находили особенное удовольствие дразнить товарищей, выхваляя Василия. Он себе на уме балагурит, а в уме считает да прикидывает. Вы посмотрите, какие у него глаза — холодные, жесткие, наглые. Сам смеется, а глаза и не улыбнутся. Как-то раз на жневье одна из подружек, полуднуя, говорит мне. «Что Васька Голицын к вам все ходит? Да, бывает». «Хм, это он для тебя ходит». Вона что выдумала. Ничего не выдумала. Сам на медне в трактире похвалялся. Переложил лишнее за белую шею и развел разговоры. Помолчали. «Ты, Наташ, будь с ним осторожнее. Он парень, что говорит, ладный. Ну, а свинья, через него ни одна девушка плакала. Ну, я не таковская, не заплачу. С чем подойдет, с тем и отойдет». Деревенское ухаживание не было для меня новостью. Молодежь, освоившись с моим обществом, не делала большой разницы между мною и своими девушками. Знала я и медвежьи ласки, бух ладонью со всего размаха в спину, верх любезности. Умела и отвечать на них кулаком. И когда переведешь дух, занявшийся от тяжелого удара, градом любезной ругани, не для обиды, а по душе. Но серьезно за мной никто не ухаживал. Помнили все-таки, что я им не пара. Глава третья. Мне было двадцать лет. Я была сильна и здорова, красива, полна жизни. Мир, куда бросила меня судьба, мне не был противен. Раздумавшись над словами моей подруги, я убедилась, что и Василий мне не противен, даже, пожалуй, нравится. Я написала НН-письмо, спрашивая совета, как думает он, идти или мне замуж за крестьянина, если представиться к тому случай. Ответ получила самой восторженной. Вымол, завершите этим подвигом блистательно начатое дело и так далее, и так далее. В один весьма жаркий полдень Василий Голицын подкараулил меня на огородах и, без всяких предварительных объяснений, набросился на меня с самыми решительными объятиями. Мне понадобилась вся моя сила, чтобы от него отвязаться. — Баловаться не смей, — приказала я ему, — а садись да поговорим. Если я тебе пришлась по нраву, то и ты мне не противен. О дуростях и думать оставь, но, коли хочешь сватать, сватай, пойду за тебя. — А деньги какие-нибудь есть за тобою? — спросил он, почесывая затылок, с весьма озабоченным видом. — Потому, Люба, ты мне очень, но только без денег мне никак нельзя жениться. Прямо тебе скажу, из баврось лезет, в долгу как в шелку, да ведь ты же еще и балованная, будет тяжко. Я ему указала, сколько у меня денег, то есть во что я могу обратить все, что имею. Вышло, как мы посчитали, около шестисот рублей. Василий просиял. Тогда и говорить нечего. — Эдкой другой невесты хоть весь свет обойди, не найти. По рукам, стал быть, и шабаш. На покрова будем справлять свадьбу. Расселовались и объявились женихом и невестой. В колонии известие о моем предстоящем браке было принято довольно двусмысленно. Мужчины продолжали толковать, что Васька Голицын не мужик, и что если уж я непременно хочу проявить на своем примере торжество идеи, то должна бы выбрать в мужья крестьянина, крепко сидящего на земле, настоящего Микулу Селениновича. Чихотышная Агния все вздыхала и качала головой. Очень уж ей жаль было меня. Катя по обыкновению разрыдалась до истерики. Лидочка вытаращила на меня свои круглые глаза. Но ведь он пьяница, Маше. Одним из непременных условий брака я поставила Василию, что он бросит пить. Если не вовсе, то хоть пить недопьяно. Он обещался, клялся, божился, целовал икону. Наличными деньгами у меня было рублей двести. Сто из них я отдала Василию на поправку избы, сто и стратила на себя. Время жениховства летело быстро, и не скажу, чтобы неприятно. Я всегда была искательницей сильных ощущений, а какое же ощущение может быть сильнее игры со зверем. А Василий был именно зверски влюблен в меня. Когда я выбегала на свидание с ним, правый иной раз становилось жутко. Сказывался в нем медведь, готовый растерзать, задушить. Раза три или четыре мне приходилось серьезно прибегать к кулаку, чтобы унимать его увлечение. Это ему даже нравилось. Эка девка! Эка зверь девка! Восклицал он и в знак удовольствия хлопал себя картузом по коленям. — Была я в него влюблена? Не знаю. Глядя по тому, что называть влюбленностью, в огонь и в воду за своего жениха, я не пошла бы и героем романа, хотя бы даже и сермяжного, его не воображала, но, повторяю, играть с ним, как со зверем, было очень интересно и увлекательно. Его чувственная страстность листила мне, заражала меня до такой степени, что временами мне становилось скучно без этого флирта а-ля рус. И я с самой живой радостью встречала своего жениха, когда наступал час свидания. Кровь играла, ведь, говорю же вам, во мне кипела кровь татар. Во всяком случае, думаю, что в то время никакие увещевания, никакие советы, никакие запреты не удержали бы меня от этого брака. И вот я жена, баба. Сначала все, казалось, шло хорошо. Очень много труда, хлопот, но их я не боялась. Очень много грубых и наивных ласк. От них я шалела. Вот когда я действительно была влюблена в моего Ваську. Работа да ласки, ласки да работа, так и слагалась жизнь. Но уже с первого дня я заметила, что мой муж вовсе не смотрит на меня, как на женщину. Что я самка. Вещь приятная, потому что она красива, покорна, доставляет много удобства, рабочей выгоды и домашнего наслаждения. Но в то же время вещь, которая не имеет ни самостоятельной воли, ни мнения, которая должна жить так, как ей муж приказывает, и не поднимать своего голоса, если не спрашивают. Когда же милостиво спросят, поднять робко, просительно, совещательно, не больше. Василий никогда не спрашивал моих советов. Он все делал сам и показывал мне уже сделанным. Он взял мои деньги и открыл на них в селе лавочку. Меня же усадил в ней торговать. Как я не спорила против того, что он отрывался от земли. Глупое, убеждал он. Что в земле хорошего? Земля грязь, а торговля дел чистая. Не знаю, прав ли был Сереженька, когда уверял, будто из Василия должен выработаться кулак. Думаю, что нет. Слишком широкая разгульная натура была у моего супруга. Сбивать деньгу было не в его характере. Торговля наша шла хорошо, но он ради одного бахвальства иной раз пускал ребром последний грош. Поил приятелей, зазывал и принимал ночевать проезжающих купцов с единственную целью похвастаться, какая у него нарядная изба и красивая жена из барышень. Мои возражения он пускал мимо ушей, смеялся, не давал мне спорить. Всякий серьезный разговор переводил в медвежьи ласки, на который я, к сожалению, была слишком уступчива. Потом начал скучать моим вмешательством, не раз обрывал меня, иной раз даже при чужих, угрюмо замечая, но поговорила и будет, у бабы волос долг, да ум короток. Или еще что-нибудь в том же милом роде. Он довольно долго держал свое слово, не пил, но как-то раз его прорвало. Пошел в гости к учителю и вернулся пьянее вина. Это было месяцев пять спустя после нашей свадьбы. Я уже спала, он разбудил, начал извиняться и нежничать. Я была в страшном негодовании и оттолкнула его. Пойди прочь, ты мне крест целовал, что не будешь пить, и присяги не сдержал. Ты скот, от тебя кабаком несет. Тогда он в эту минуту держал в руке только что снятый сапог и, не сказав ни слова, в ответ на мою нотацию пустил мне этот сапог в лицо. А затем на меня посыпался град ударов. Я не успевала ни защищаться, ни кричать. Меня молча били. Я молча принимала побои. А когда я опомнилась, все было кончено. Я уже боялась своего мужа. Я была покорена. Один умный человек сказал, дикая лошадь покоряется объездчику вовсе не потому, что он сильнее или умнее. Она только сознает в нем волю более упрямую и злую, чем ее собственное. Она инстинктивно чувствует, что безопасный от ее копыта зубов он будет ее тиранить до тех пор, пока она не сознает его превосходства и своего рабства. Со мной происходило то же самое. Лежа под кулаками, я осознавала лишь одно. Если я сейчас закричу, стану бороться, он забьет меня насмерть. И если бы вы видели Василия, вы согласились бы, что он способен был вколотить жену в гроб, но не позволит ей торжествовать над собою. По утру вид моего покрытого синяками лица немало его не сконфузил. Помни, Наташка, пригрозил он, я горячий, мне теперь жаль, что так вышло, а сама виновата. И всегда так будет, коль ты станешь нос подымать, оказывать надо мной свою волю, знай, сверчок свой шесток, бабье дело у печки. Нравственного состояния своего после этой ужасной ночи я не могу описать. Стыдно себя, стыдно соседей, сожалеют, охают, а за спиною показывают пальцами, хохочут, что, мол, барышня, отведала мужниных кулаков. И сознание полной безвыходности положения, ведь, по общему мнению, Василий имел право распорядиться так, ведь он муж. Вся деревня скажет это в один голос. Всех баб мужья бьют, чем я святее других, что мой не будет меня колотить. Он владелец, а я вещь, собака, ничтожество. Меня незачем любить, меня нельзя уважать, мною можно только распоряжаться. Мне, с позволения вашего сказать, набьют морду, а потом прикажут обниматься и утирай слезы, обнимайся. Где же моя волюшка, воля так где? Какой злой дух ослепил мне глаза, позволил мне охотою идти на каторгу? Хотела бежать, но куда? У меня не гроша за душой, прежние знакомые от меня отказались, из колонии муж всегда меня вытребует. Там сами-то живут, дрожат, будем ли целы? Полиция, как аргус стоглазый за ними следит. Где же им защитить меня? Чтобы уйти в Петербург, в Москву нужен паспорт, да и оттуда ведь можно выписать беглую жену по этапу. Куда ни кинь всюду, клин, и все-таки я думаю, что убежала бы, но я была беременна, как же думалось бежать от отца своего ребенка, да и совестно бежать, не выдержав первого же испытания, зачем же в таком случае было идти замуж с такими громкими словами, такими красивыми приготовлениями и проектами? Рассказывать вам мою дальнейшую жизнь в супружести было бы неинтересно, слишком однообразно. Скажу одно, к концу года я ненавидела Василия, так, как, я думаю, редкой женщине случалось ненавидеть мужчину, ненавидела тем злее, что приходилось ненавидеть молча. Каждое неосторожное слово вызывало ссору и драку. Василий чувствовал мою ненависть в самой моей бессловесной покорности, он раздражался этим чувством, старался, чтобы я высказалась, задирал меня, и, когда добивался своего, приходил в страшный гнев, ну и бил, конечно. Родился сын. Это нас примирило было, сблизило. Что касается Василия, он прям-таки снова влюбился в меня, так он был счастлив этим ребенком, и... «Черт нас, женщина разберет, представьте, что и я разнежилась, опять повисла к нему на шею, и мы пережили второй медовый месяц. Было же у меня, значит, какое-то серьезное чувство к нему скоту». Но тут примешалось новое осложнение. Он сознавал, что очень много виноват против меня, и боялся, что я его грехов не прощу, не забуду, и уже больше любить его не могу. Конечно, ничего подобного он не говорил, но я это чувствовала, в особенности по новой радости, какую подарила мне судьба, Василий стал слепо ревновать меня ко всем мужчинам. Я должна была просить колонистов, чтобы они перестали навещать меня, потому что каждое посещение давало повод к страшным сценам. «Надоело мужичкой быть, опять в бары не захотелось», кричал Василий как бешеный, и уж тут надо было либо виснуть на шею, миленький, мол, золотой, да бог с тобой, что-то, что-то, я тебя люблю, люблю, променяю ли я тебя, сокола моего, на кого-нибудь, либо, если уж слишком кипело в душе и не под силу было лицемерить, хоть молчать. Молчать, как рыба, потому что он сам себя не помнил, пена у рта, налитые кровью глаза, и что попало в руки, полено так полено, безмен так безмен. Стоило мне поговорить дольше, чем ему нравилось с кем-либо из деревенских парней или молодых мужиков, он начинал сцену по другой логике. «Если ты, барышня, не побрезгала выйти за меня, Ваську Голицына, так не постыдишься повеситься на шею и Петру, Сидору, Карпу, Ивану». Словом, я жила под вечным страхом, что не сегодня-завтра мне проломят череп. По той или другой логике, но проломят неизбежно. Между тем я готовилась быть матерью во второй раз. На самом переломе моей беременности Васька как нарочно запил и сцены повторялись по нескольку раз в день. Из колонии давно уже звали меня бежать, предлагали доставить мне, если не отдельный вид, то заграничный паспорт. И вот однажды, когда мой муж, утомленный водкою и гневом, храпел на печи, а я подбирала с пола волосы, выдранные из моей косы, я решила, что мне ждать лучшего нельзя. Моя жизнь вылилась в общий тип жизни деревенской бабы. Тяжкий, гнетущий труд с утра до ночи, нежности, оскорбительные ласки в перемешку с побоями, каждый день синяки и каждый год ребенок. Надо было спасаться, пока была возможность. Я совершенно хладнокровно взяла из зыбки ребенка, накинула на себя тулуп и вышла из избы в колонию. Два часа спустя я уже мчалась, спрятанная под стеном на дне саней, в город к железнодорожной станции. Она завтра была в Москве у верных и добрых людей. Муж искал меня со всей энергией, на какую он был способен, когда хотел, но найти было трудно. Чужой паспорт дал мне возможность убраться за границу. Мои здешние похождения коротки и неинтересны. Я очутилась в Вене с ребенком на руках и чуть не накануне вторых родов. Маленьких деньжонок, какими снабдили меня в России, хватило, чтобы не умереть с голода в это тяжелое время. Мне советовали пробраться в Швейцарию, слушать лекции в Берни или Цюрихе, но когда мне было учиться? Если приходилось кормить себя и двух ребят, надо было зарабатывать хлеб как, чем. В отчаяние приходило. Расставаться с ребятами не хотелось, а с ними никто не берет, конечно, ни в Бонны, ни в няньки, ни в горничные. Скрипя сердце, отдала детей в деревню, в Штирии, крестьянки-кормилицы, а сама поступила в горничную, в отель для иностранцев. Доходы были плохие, дети все съедали. А тут еще как на грех поссорилась с управляющим, лишилась места, осталась только что не на улице. Трудно было, ужасно трудно. Лезут какие-то маклеришки с скверными предложениями. Попробовала, не гожусь ли я, в певице, дебютировала в каком-то кафе-концерте в качестве русской красавицы. То-то провал был. Ни таланта, ни голоса, ни задора. Оставалось одно, либо продаваться, либо в статистке пантомимы за крону в вечер. То есть, опять-таки, продаваться, так как на крону в сутки и кота не накормишь. Не то что взрослую женщину, да еще с двумя детьми за плечами. Тут мне подвернулось с проездом из Константинополя содержательница здешнего кафе Шантана. Она француженка и отличная женщина. Не смейтесь, очень нравственная. На свой образец, разумеется, милая, говорит. Вы красивы, молоды, производите впечатление на мужчин, можете привлекать публику. Не хотите ли распоряжаться у меня в заведении буфетом? Вам, конечно, придется иметь дело с самым разнообразным народом, с обществом смешанным, не всегда приличным, но слова к вам прилипать не будут, поступков же дурных, ни я, ни кто другой от вас не потребуют, а доходы будут, в два-три года можно сколотить деньжонки. Я подумала, решила, что всякий черт не так страшен, как его молюют, и согласилась. И вот второй год я здесь. Хозяйка была совершенно права. Много дурных мыслей, скверных жестов, сомнительных слов, фамильярности, но факты зависят не от публики, а от нас самих. Я их не хочу и их нет. Меня здесь любят. Мои бакшиши вдвое, втрое больше, чем дают другим. У меня уже есть тысячи франков, отложенных в банке. Наклочу другую третью, и тогда видно будет, что надо делать. Курортный муж. Примечание. Рассказ написан в 1893 году. Печатается по изданию «Амфитеатров бабы и дамы между сословные пары». Санкт-Петербург, 1911 год. Пацоли. Курорт на берегу Неаполитанского залива. Новое время. Новости. Название русских газет. Иския. Капри. Острова в Средиземном море, видные в хорошую погоду с берега. Нирвана. В буддизме состояние высшего блаженства, отрешенности от жизненных забот и полного слияния с божеством. Авзонии прекрасный. Поэтическое наименование Италии. Тартаков. 1860-1923 годы. Русский певец и режиссер. Яковлев. 1858-1919 годы. Русский оперный певец. Капитолий. Холм в Риме, на котором расположены дворцы, музеи, государственные учреждения. Тацит Публикорнелий. Около 55-го, около 120-го годов нашей эры. Римский историк. Нестор. Монах Киево-Печорского монастыря. Автор повести временных лет. Первого изложения истории Руси. Нибур Бартольд Георг. 1776-1831 годы. Знаменитый немецкий историк. Костомаров. 1817-1885 годы. Русско-украинский историк, критик, писатель. Казанова. Джованни Джакомо. 1725-1798 годы. Писатель и мемуарист, известный своими авантюрными похождениями. Занимался магией, каббалистикой и алхимией. Арман Сильвестр. Родился в 1837 году. Французский писатель и поэт. Автор рассказов фривольного содержания. Боккаччо Джованни. 1313-1375 годы. Итальянский писатель эпохи Возрождения. Поль де Кок. 1793-1871 годы. Французский писатель, романы которого пользовались популярностью среди буржуазной публики вплоть до 90-х годов 19-го столетия. Любезному сыну беспутный Пазифаи. Имеется в виду Минотавр, греческая мифология, чудовище с туловищем человека и головой быка. Потолковать Об Ювенале в конце письма поставить Вале. Цитата из романа в стихах Пушкина Евгений Онегин. Молчалин. Персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума». Тип угодливого карьериста. Обломов. Герой одноименного романа Гончарова. Тип бездельного мечтателя. Гейне Генрих. 1797-1856 годы. Немецкий поэт, публицист, критик. Собачки дворника. Цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума». Фололей. Устная. Простак. Простофиля. Народ безмолвствовал. Заключительная ремарка. Народ безмолвствует. Трагедии Пушкина Борис Годунов. 1824-1825 годы. Монумент Екатерины Великой. Памятник Екатерине Великой. В Петербурге. Открытый в 1873 году. Сооружен по проекту Микешина при участии Апикушина. Офелия. Героиня трагедии Шекспира Гамлет. Гретхен. Героиня трагедии Гёте Фауст. Текла. Героиня драматической поэмы Шиллера Валенштейн. Валенштейн. 1797-1799 годы. Лаура. Женщина, воспетая итальянским поэтом Франческо Петраркой. 1304-1374 годы. Минилай. Греческая мифология. Царь Спарты. Муж Елены, похищенный Парисом. Иносказательно обманутый муж. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Цитата из стихотворения Лермонтова Бородино. 1837-й. Аннабазис Ксенофонта. Произведение древнегреческого писателя, описывающее поход 401-го года до н.э. Кира, младшего, в Месопотамию, является одним из первых мемуарных произведений европейской литературы. Отелло – герой одноименной трагедии, шекспира, образ безудержного ревнивца. Капитан Андре. Андре Соломон Август. 1854-1897 годы. Шведский инженер. В 1897 году на воздушном шаре «Орел» с двумя спутниками вылетел со Шпицбергена к Северному полюсу. Все участники экспедиции погибли. Муж-мальчик, муж-слуга. Цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума». Жан Вальжан, герой романа «Гюго отверженные». 1862 год, бывший каторжник. Венера, римская мифология. Богиня весны и любви, рожденная, согласно мифу, из морской пены. Мисс Салина, жена римского императора Клавдия, синоним женщины развратного поведения. Клеопатра, царица Египта, пленившая своей красотой Юлия Цезаря. Нинон, героиня романа в письмах «Опасные связи». 1782 год, французского писателя Шадерло де Лакло, тип доверчивой и самоотверженной любовницы. Пентефри или Потифар библейская, египетский царедворец, которому был продан в рабство Иосиф, жена Потифара пыталась соблазнить Иосифа. Бытие. Под суоли изнывало в эстоме полуденного зноя. Я лежал в тени нависшего над морем утеса, положив под голову вместо подушки толстую кипу русских газет, только что полученных с почты. От неаполитанского залива веяло ароматом моря, отдыхавшего после вчерашней бури. Кто знает, море вспомнит этот запах, поймет меня и позавидует мне. С берега веяло лимоном и розами, от газет под головою уголовщиною, крахами банков, юбилеями и бракоразводными делами. Баюкала тень утеса, баюкало море, баюкали ароматы. Глаза слепались, в голове бродила коварная мысль. А не развернут ли мне новое время или новости, да принакрывшись ими вместо простыни, не задать ли хорошего Храповицкого? Между мною и миром легла туманная сетка. Я уже не видал ни иски, ни капри. Зато на горизонте очень ясно, хотя неожиданно, определились два везувия, и я никак не мог разобрать, ниоткуда взялся везувий номер два, ни который из двух везувиев настоящий. Еще минута, и нирвана, покойся, милый прах, до радостного утром. Вдруг мне предстал незнакомец. По первому же взгляду я признал соотечественника, и какого соотечественника с головы до пят, до конца ногтей, до корней волос? От драгоценнейшей, но измятой и запачканной фетровой шляпы, приобретенной по меньшей мере у Брюно, до незавязного шнурка на желтом башмаке, до истрепанной шелковой тряпки вместо галстука на шее, от прорехи под мышками пиджака, сшитого, несомненно, у Тедески, до три дня небритой физиономии и потных желтых косиц, уныло прилипших к вискам. Он кротко уставил на меня молочно-голубые очи, полные телячьего смирения и глубокой покорности судьбе, фыркнул раза три добродушнейшим носом стиля картошки и цвета спелого баклажана и сказал, отдуваясь, «Если не ошибаюсь, компатриот?» И на утвердительный ответ мой продолжал, «Не обессудьте, что я к вам присяду, жарко, солнце, это горки». Одно слово «Италия», черт бы ее побрал. Вы, конечно, удивлены, что я ругаю Италию. О вкусах не спорят. Вы, может быть, художник или, боже, избави, поэт? Тогда вам и книги в руки по части, а в зоне прекрасные. Но я, батюшка, статский советник, кавалер и домовладелец, а кроме того, откровенный человек. И как таковой, говорю еще раз с полной искренностью, черт бы ее побрал. Страна порядочная, комильфо, как полагается, не имеет права иметь так много синего моря, столько солнца, столько гор, в особенности гор. Коли нужна тебе живописная возвышенность для декорации, воздвигни парголовский парнас, воробьевы горы, что-нибудь эдакое, чтобы мило, благородно и неутомительно. А то... Эвона каких дылд наворотили. А вы, извольте видеть, я мужчина сырой комплекции, и, наконец, у меня катар желудка, дышка, приливы к голове, шея короткая, а дело известное, те, у которых шея коротка, и жить должны на свете покороче. Кондрашка ходит за мной по пятам незримым спутником, куда я туда, и он-с... Вы, конечно, недоумеваете. Откуда и зачем столь благополучный россиянин, как ваш покорнейший слуга, очутился здесь, под демоническую скалою, с которой только бы орать какому-нибудь Тартакову или Яковлеву. Проклятый мир, презренный мир, несчастный, ненавистный мне мир. Я разделяю ваши недоумения. Я тоже не знаю, зачем я здесь. Зовите меня вандалом, я это имя заслужил, но какую-нибудь московскую плющиху, какие-нибудь питерские пески я предпочитал, предпочитаю, и по гроб жизни своей предпочитать намерен. Вашей голубой средиземной волне, вашему везувию, похожему на солдата, который спьяно никак не раскурит свою трубку, вашим прославленным лиловым островам в дымке синего тумана. Зачем же я здесь? Затем, милостивый государь, что я муж. Слово «муж» имеет во множественном числе две формы – «мужи» и «мужья». Первая – суть мужи славы, вторая – мужья своих жен, участь первых капитолий, вторых – башмак. Первым ставят памятники, вторым ставят рога, первых венчает история, вторых – священники. Первыми гордится человечество, вторыми помыкают даже горничные их собственных жен. К первым обращаются в звательном падеже «О, доблестные мужи!» Ко вторым – «Эх, господа мужья!» О первых вещают миру Тациты, Нестеры, Нибуры, Костомаровы, а вторых – Казановы, Арман-Сильвестры, Бокаччо, Поль-де-Кок и прочие-прочие. «Я муж, милостивый государь, и, конечно, если вы меня размножите, из меня выйдут не мужи, но мужья». Сапиэнтисат. Для понимающего достаточно латынь. Мужья бывают разных пород. Я, с позволения вашего сказать, муж курортный, муж вечно прополаскиваемого тела и промываемых костей, муж существа, пропитанного углекислотою всех европейских минеральных источников и солями всех европейских морей. Моя супруга – самая чистоплотная женщина под луною. Она вымыта не только за самое себя, но, я полагаю, из-за нисходящих потомков наших, до седьмого колена включительно, и теперь купается здесь, в Баньоли, уже в честь линии восходящей за дедушку, прадедушку и так далее, вплоть до корня нашего родословного древа. Так сказать, за здравие мы уже откупались и теперь полощемся за упокой. Нашими купаниями можно, назло невежливой пословице, отмыть до бела черного кобеля, человека черной сотни превратить в дворянина белой кости, негра в альбиноса. Темную личность в светлого деятеля. Супруга влачит меня из Петербурга в Старую Руссу, из Руссы в Ялту, из Ялты в Францисбад, из Францисбада в Виареджо, из Виареджо на Платензе, из Платензе в Либаву, из Либавы в Меран, из Мерана в Биариц, из Биарица в Кисловодск, из Кисловодска в Остенде, из Остенде в Соренто, из Соренто к черту на кулички. А что касается моей скромной особы, то, может быть, и на Волково кладбище. Что ж, путешествия не хуже других. Когда вы узнаете мою горемычную жизнь, вы согласитесь, что у меня нет резонов от него отказываться. Прежде чем стать мужем женщины, я был человеком. Теперь друзья нашего дома стараются доказать мне, будто я переходная ступень от гориллы к Минотавру. Иногда, ощупывая на лбу своем многочисленные зачатки рогов, я сам почти готов сомневаться, не сродни ли я любезному сыну беспутной Пазифаи. Но нет, нет, нет. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо, латынь. Когда-то я воспитывался, и в некотором роде не лишен даров образованности. Могу потолковать об ювеналии и в конце письма поставить «Вале», «Вале», «Будь здоров», латынь. Батька у меня был строгий философ. Бывало, сечет меня и приговаривает. Ангел, Коля, помни, что главенствующий принцип жизни есть долг. «Что такое долг, папаша?» спрашивал я сквозь слезы. «Странная вещь, почтеннейший». Я с пятилетнего возраста имею совершенно ясное и определенное понятие о том, что такое долги. Но о долге... И, умирая, вероятно, не буду в состоянии сказать, что это, собственно, за штука. Но папаша, как ритор великий, за словом в карман не лазил. «Долг, душа моя», — объяснял он, заключается в том, чтобы по возможности сокращать свой аппетит к эгоистическим приятностям жизни и альтруистически подставлять свою голову под все шишки, кое свалит на тебя бедного Макара древо житейского познания добра и зла. Приятности — суть сюрпризы жизни, ее капризы, спектакли не в счет абонемента. Неприятности — необходимость, постоянное начало, самый абонемент. Поэтому первых не ищи и не ожидай, а вторые принимай как должное. Если в рот твой летит нежданно-негаданно жареный рябчик, не зазнавайся, потому что более чем вероятно, что завтра же чья-нибудь тоже нежданная и негаданная рука вырвет из зубов твоих жареного рябчика не случайного, но заработанного тобою в поте лица своего и по праву тебе принадлежащего, ибо старинный стишок гласит «Кто надеется на радости, тот дождется всякой гадости». Шопенгауэр в своем роде был покойник царствия ему небесное. По мотивам пессимистической логики папаша, когда я скрадывал из шкафа один пряник, отпускал мне десять розок резон, пряников в жизни мало, а розок много. Так с детства закалялся я в принципе покорности судьбе и учился лобызать руки наказующие мя. Так вырабатываются характеры. Я не буду рассказывать вам свои ученические годы, полз в гимназии на троечках, в университете на четверочках, ни шатка, ни валка, ни на сторону. У вас есть сын. Конечно, вы желаете ему блестящей карьеры, громкого имени, славы, треска, блеска, житейского фейерверка вовсю. Тогда зарубите себе на носу. Сохрани бог, если мальчишка начнет приносить в больнике тройки и четверки. Пусть лучше носит единицы и нули. Из единичников либо пан, либо пропал, выходят или великие оболтусы, либо большие таланты, не умевшие примирить свою оригинальность со школьной дидактикой. Единичник, если он не идиот по природе, свое отдурит, перебесится и станет человеком. И старая быль молодцу не в укор. Разумеется, лучше всего, если сын ваш будет пятерочником. Из пятерочников выходят впоследствии молодые люди, приятные во всех отношениях, с мозгами трезвыми, спокойными, ясными, хотя обыкновенно немножко коротенькими, притупленными усердную зубрежкою. Они преуспевают на служебных поприщах и тешат родительские сердца благонравием. Такой молодой и такой заслуженный, как говорят французы. Но троечник, четверошник, на весь век не человек, ни рыба, ни мясо, ни крупных успехов, ни серьезных огорчений. Все золотою серединкою. Хорошо еще, коль ты молчален, молчален, и блаженствуют на свете. А вдруг обломов? Ведь это, сударь вы мой, трагедия. И в трагедии этой я барахтаюсь пятьдесят годов. Как изволил остроумно выразиться господин Гейне, раненый насмерть представляю умирающего гладиатора. Я богат. Я человек со служебным весом, с общественным положением. От меня зависит многое для многих. Тем не менее, никто никогда ни в чем не только не сообразовался с моею волею, но даже не интересовался. Как, мол, по сему предмету, думает Николай Иванович. Я же всегда только и делал, что сообразовывался со всеми и с каждым, да пресловутой собачки-дворника включительно. Это без всякой настоятельной внешней надобности. Просто по мягкости и вежливости натуры, по робости, не взглянули бы на тебя косым оком, по потребности быть ласковым теленком, о котором пословица врет, будто он двух маток сосет. Неправда. По горькому опыту знаю, что наоборот, ласкового теленка обсасывает всякий, кому не лень. Никто никогда не имел права мною командовать, и все командовали. Я же всю жизнь свою кланялся и лебезил там, где имел право приказывать. Я четверть часа собираюсь с духом, прежде чем сказать лакею «Филипп, будьте так добры, почистите щеточкой мое пальтецо, оно три дня в грязи». А Филипп величественно снисходит ко мне. Что ж, можно. Вот уже чаю напьюсь, вычищу. Дома я под игом прислуги, в магазинах под игом авторитета комми, продавца, в трактире подавлен величием метр до теле и так далее. Всегда, как помню себя, я носил, ношу, и, надо полагать, до конца своих дней буду носить тесные сапоги, хотя у меня, милостивый государь, весьма страдальческие мозоли. Белье не по мерке и синее, как это море, на берегу которого мы с вами имеем удовольствие сидеть. Шляпы либо покрывали меня с ушами до плеч, как царь-колокол, либо едва держались на макушке. Я оплатил за цепочку накладного золота, как за настоящую. Банщик Илья в воронинских банях двадцать лет подряд упорно моет меня казанским мылом, хотя знает, что меня тошнит от его запаха, хотя я двести раз просил его «мой меня глицериновым». Я ел пережаренные бифштексы, а рыбу, обязательно недоваренную, пил красное вино холодным, как лед, а шампанское теплым, как грудной чай. Половые приказчики, кондуктора, все народы, созданные на потребу и на услужение рода человеческого, словно вступили против меня в безмолвную всеевропейскую стачку. Этого баловать нечего. Ему что ни подсунь, все сойдет. Он у нас таковский. Горничная. По первому звонку моей жены летит точно ужальная тарантулом, а на мои вопли лишь раздраженно откликается издевичий. «Некогда мне, барин, глажу барынина кружева. Не разорваться мне? Подождите, авось над вами не каплет. Жду». «О, я много жду. Я всегда жду. Я проклят, как Каин». У меня на лбу клеймо, гласящее «Вот фалалей, вот человек, провиденциально предназначенный без рассуждений заплатить своим ближним деньги, сколько с него спросят, и безропотно принимать всякую дрянь, что ему дадут. И всякий норовит у меня стяжать, и стяжав, мне же нагрубить. Язык у меня глупый и застенчивый. Он прилипает к гортани именно в тероковые минуты, когда, защищая благополучие своего владельца, ему следовало бы звучать твердо и настойчиво «Нет, нет, нет». Моя супруга родом из тех разбитных и пышных девиц, которых в летние месяцы зовут царицами дачного сезона. В звании этом она состояла уже десятый год. Очаровательности ее истекала земская давность. Пора была выйти замуж, выйти во что бы то ни стало, хоть за Мефистофеля, если не подвертывается Фауст. Надо было очень спешить. Уже многие скептики начинали из-под тишка величать царицу дачного сезона менее изящным, зато более подходящим прозвищем Холмогорской Грации. Она сообразила, еще год и я останусь при одних гимназистах. Ужас, ужас, ужас. Когда барышня ужасается своим девичеством, в воздухе пахнет брачной мобилизацией фололей, пожалуйте к отбыванию свадебной повинности. Не думайте о нас плохо, у нас, как и у порядочных людей, тоже было объяснение в любви. Что касается меня лично, то правду сказать, народ безмолвствовал, но она, моя Евгения Семеновна, говорила много. Она открыла мне следующие новости, что я ее люблю, что она не хочет делать меня несчастным и потому согласна ответить моим чувствам и что следовательно нам остается только жениться. Пока она, выбалтывая все это, висела на моей шее, я недоумевал, откуда она взяла, что я ее люблю, когда я, наоборот, всегда ее терпеть не мог. Я идеалист, мечтатель, подобно всем фололеям моей комплекции, я не выношу женщин, похожих на монумент Екатерины Великой, мне бы женщину мечту, Афелию, Гретхен, Теклу или Лауру у клавесина какую-нибудь, А тут прошу покорно холмогорская грация, фигура купеческой дочки, бюст кормилицы, румяное лицо с победоносно амурным выражением, точно у кафешантанной Примадонны. Я люблю женщин скромных, наивных, а Евгения Семеновна оберкокетка, даже уже выходящая из моды, флертистка из флертисток и целуется по темным углам с студентами-первокурсниками. Все это следовало сказать ей резко и решительно. Но что же, вместо того, хоть зарежьте меня, я до сих пор не понимаю, как это меня угораздило, я внезапно простонал самым сентиментальным и ублаженным голосом, что я слышу, может ли быть, Боже мой, благодарю тебя, за что, за что мне такое счастье? Мамаша, папаша, образ, дети мои, будьте счастливы, Исаии, ликуй, башмак, башмак, башмак. Был один момент, когда я мог отвоевать себе супружескую автономию, мог стать главою, но, конечно, я его упустил, не нам, фололеем, уловлять моменты. Это было в вагоне. Курьерский поезд уносил нас в свадебное путешествие. Друг мой, рыдая, призналась мне Евгения, я боюсь, что ты будешь на меня в некоторой претензии. У вас, у мужчин, столько глупых предрассудков, видишь ли, присяжный поверенный Саулов, у него были такие красивые усы, ну, и, ах, я несчастная. Она ждала, что я ее по меньшей мере изобью. Но я сидела стуканом, глупо улыбался и бормотал, конечно, нехорошо, но что же делать, если усы бывают, даже хуже случаются и без усов. Пожалуйста, мой ангел, не нервничай, успокойся, я не в претензии, это ничего, совершенно ничего. С этого момента она меня презирает и по делам. Не извиняйся, когда следовало прибить. Но презрение презрением, а что всего хуже, она запомнила, что для меня это ничего, это совершенно ничего. И помнит пятнадцатый год и неукоснительно применяет теорию к практике. О, священная тень незабвенного Менелая, прими меня в свои родственные объятия. Каких измен я не вынес, каких адюльтеров не терпел. Фатиница, 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 чего не претерпела ты? Да, смелостивый государь, пред вами не мужчина, не человек, а именно какая-то фатиница в штанах. Елизавета Воробей, баба, которую приписал Чичкову Собакевич в проданные мертвые души под псевдонимом мужика. Вот кто я. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Тенора, оперечные кривляки, драматические верзилы, анафимовы, распротокональевы, громовы, молниеносновы, лидины, тарарамбумбиевы, был жокей. Этот хоть ел мало, а весь беспокоился. Зато Геркулес из цирка я без ужаса вспомнить не могу, что за всепоглощающая пасть была у этого извергорода человеческого. Серия велосипедистов, серия атлетов-любителей, серия конькобежцев, контрабасист из оперного оркестра, купальщик в Трувиле, старший метродотель в Венском отеле, проводники черкесы на Бештау, татары на Айпетри, Тореадоры в Севилье, погорелые дуки во Флоренции. О, Евгения Семеновна хорошо знает этнографию, и у нее пристранная манера ее изучать. Подросли дети, молодое росло, старое старилось, я, как видите, Евгения Семеновна тоже уже не царица дачного сезона и даже не холмогорская грация, а просто дама, приятная во многих отношениях так называемого бальзаковского возраста, когда день жизни прошел, вечер не наступил, а утешение сердца дамское требует и бес стучит в ребро. «Поэтому мы сейчас в периоде гувернеров и репетиторов. Фемистокол Алкивиадович Альфонсопула. Нравится вам это имя? Что это за невежда и проходимец? Ну, у него нос более греческий, чем даже анабазис ксенофонта. И глаза маслинами, какие не едали ни гомер, ни скроманга. По мнению Евгении Семеновны, этого совершенно достаточно, чтобы успешно воспитывать ребенка в самом строгом классическом направлении. Наш первенец Феденька ежесубботно приносит в больнике двойки, сидит в каждом классе по два года, под вечным сомнением смелосердствуется над ним благопопечительное начальство, переведет так и быть в следующий класс или выгонит на все четыре стороны с волчьим паспортом за тихие успехи и громкое поведение. Напрасно я молю, Евгения, перемени репетитора, он ничего не смыслит, мы не имеем права губить ребенка. Ничего не смыслит? Фемистокл Алкивиадович? Да вы с ума сошли, неблагодарный Фемистокл Алкивиадович всего себя кладет на алтарь вашей семьи, а вы недовольны, вы критикуете, вы смеете протестовать. Не Фемистокла Алкивиадовича вина, что у Феди свинцовые мозги, ваш сын, весь в папашу радуетесь. Отказать Фемистоклу Алкивиадовичу придет же человеку в голову такая нелепость. Ах, да, понимаю, впрочем, понимаю, вы по обыкновению ревнуете. Ха-ха-ха! Скажите, какой отелло нашелся? Ха-ха-ха! Туда же он ревнует! Ха-ха-ха! Я ревную ее! Я? Да я рад хоть сейчас лететь от нее с капитаном Андре к Северному полюсу, а если нелегкая или попутный ветер занесет наш воздушный шар на луну, тем лучше. Капитан, валяй на луну! Чем я рискую? От луны ничего мне не станется. Мы с ней братья по оружию, она тоже двурогая. Я ревную. Я готовый когда угодно уступить ее безданно и беспошлинно афганскому эмиру в гарем, догомейскому королю в Амазонке, всякому, решительно всякому, кто согласится навязать себе на шею сей камень осельней и ввергнуться с ним вместе в пучину житейского моря. Но никто и никогда не возьмет ее у меня, и я никогда никуда от нее не убегу. А если убегу, она догонит меня даже в аду, чтобы выдворить меня в черту моей оседлости под башмак. Ибо без мужа мальчики, мужа слуги столь курортно-романтическая дама обойтись не может. Я в некотором роде Жан-Вальжан супружества. Я прикован к Евгении Семеновне как каторжник к тачке с той разницей, что каторжник все же влачит свою тачку, куда он хочет, а я влачусь, куда моя тачка катится. Я уже доложил вам, что сейчас мы купаемся к великой потехе всяких праздно шатающихся итальяшек и французишек. Сье, черт подери, смотрите, смотрите же! Ах, эта моржиха тем временем уверена, что она мало-мало не Венера, выходящая из морской пены. Послушать ее волос дыбом станет. В нее влюблен весь Неаполь. Миссали наприднею девчонка и щенок. Клеопатра годится разве в горничные Нинон де Ланкло много-много в компаньонке. Этот из-за нее чуть не впал в чахотку. Тот разошелся с семьей, а этот хотел броситься под поезд. Словом, как поется в цыганской песне, один утопился, другой удавился, а третьего черти взяли, чтоб не волочился. И все-то врет, все-то обманывает самое себя. И только себя, потому что обмануть людей уже трудно, ни по силам, ни в состоянии. Какая потребность у женщин быть грешницами? Когда им изменяет возможность действительного греха, они хоть наклепают на себя, хоть нагрешат платонически, воображением. Разумеется, у Евгении сотня платьев и две дюжны купальных костюмов, на платье я не в претензии, бог с ними. Платье — фатальная кара супружества. Мужчина осужден мучиться жениными платьями, как женщина родами. Это долг платежом красен, одно за другое каждому свое. Но костюмы, эти ужасные костюмы, по фасону, изобретенному мадам Евую, когда после грехопадения она сконфузилась своей ноготы и оделась при помощи виноградного листа. Стоит мне взглянуть на купальный костюм моей супруги, чтобы ощутить припадок водобоязни, прийти в унылое молчаливое бешенство. Если я укушу кого-нибудь в такую минуту, везите на бактериологическую станцию для пастеровской прививки. Евгения, как ни в чем не бывало, примеривает свои евины пояса пред зеркалом, вертится, точно собирается на бал, а не в соленую воду. И я же обязан восторгаться. Ах, как идет! А чему идти и к чему идти? Впрочем, я знал барышню, которая находила, что ей очень к лицу ее ботинки. Недурно! Очень недурно, любуется Евгения. Правда, недурно, Николай? О, как хотелось бы мне ответить нет! Очень скверно! Тебе за сорок лет! Ты мать строив детей уже на возрасте, ты жена порядочного человека. Нам стыдно за тебя! Тебе неприлично выставлять свое тело, облепленное лоскутом мокрой материи, на показ насмешливой публике скучающего курорта, который только бы найти, над чем скалить зубы. Ты воображаешь, что можешь кому-нибудь нравиться? Оставь надежду! Ты стара, толста, расплылась, тебе пора прятаться, а не выставляться, твой костюм, глухой мешок, а не декольте. Ты общее посмешище, смеются над твоим телом, над щегольством, приличным разве девочке восемнадцати лет, над запоздалым куртизанством, над фемистоклом Алкивиадовичем, которого таскаешь ты с собою по Европе, как наглядную вывеску своих амурных упражнений, надо мною, твоим мужем, слишком бессильным и слабовольным, чтобы прекратить твои благоглупости и безобразие? Хотелось бы. Но на хотенье есть терпенье. Платон мне друг, но истина дороже. Ах, Платон, это я сам. Я ненавижу сцены, крик, истерики, обмороки. Так лучше помолчать, своя рубашка к телу ближе. И разве что на смертном одре меня прорвет, что называется, и я выскажусь. Да и то лучше смолчать не стоит, она неуязвима. Она не знает никаких истин, вся жизнь ее возвышающий обман. Как я не обругаю ее, она мне все равно не поверит. Есть рожон против него же не попрешь. Это самообольщение тщеславной женщины. Евгения Семеновна твердо убеждена, что я влюблен в нее без памяти и нахожу ее с полной искренностью такой уже обольстительную, как представляется она самой себе. Я выскажусь и умру, а она будет в трауре хвастаться приятельницам. Вы даже вообразить не в состоянии, мадам, как был влюблен в меня покойный Николай Иванович. Прошли мы с ним пятнадцать лет, кажется, порядочный срок можно бы поостыть, но для него все как будто продолжался медовый месяц, просто африканская страсть какая-то, верите ли? За четверть часа до смерти он сделал мне сцену ревности, такую сцену, такую сцену, просто страшно вспомнить, как он меня ругал. Она клевещет, а я в гробу, и никакой апелляции, и мало что я по ее милости прожил дураком свой век, она сделает меня дураком в вечности, дураком в памяти потомства, она введет в заблуждение историю и вклеит меня в оперетку. О, Менелай и Пентефри, я чувствую, что на том свете мне уже уготовано место вашей небольшой, но честной компании. Мы заключим дружественный союз угнетенных рогоносцев и при свете пекельного огня будем играть в винт по маленькой, разумеется, и с болваном. Последние слова незнакомец произнес столь громко и патетически, что я даже усомнился, он ли их выкрикнул или прорычала средиземная волна, дробясь о берег. Тем более, что, протирая глаза, я не нашел никакого незнакомца. Утопился ли он, расточился ли в воздухе, предоставляю выбирать догадливости читателя, кому что больше нравится, вернее всего, в действительности вроде не было никакого незнакомца, а была лишь сонная полуденная греза, навеянная мне неосторожно положенную под голову подушкою из газет с бракоразводными процессами. сонная сонная